Всем привет, ребята! Вы на канале Арина Лав. Я рада вас приветствовать на своём канале. Наконец-то я снимаю для вас новое видео. В последние месяцы я очень редко стала снимать, за что мне безумно стыдно, но у меня правда много дел. Там очень всякие разные мероприятия, вот, поэтому получается снимать не так часто. Сегодня у нас 9 февраля. Да, вот уже февраль. Поздравляю вам с последним месяцем зимы. Такая вот у нас погода. У нас пятница. Почти 10 утра. Я не пошла в школу, потому что немножко плохо себя чувствую. Немножко, так сказать, приболело. Мне тоже не пошла в садик, потому что она тоже приболела. Вот такая вот у нас шикарная погода. Но несмотря на эту погоду, у нас очень-очень холодно. Прямо вообще. Сегодня, наверное, самый холодный день. Тут у меня уже Мия не спит, да? Она у меня спала сегодня голенькая, ну, только в памперсе. Вот. Хотя дома у нас не скажу, что жарко. Например, я вот в штанах. Ну, Мия вообще, я её укутывала сегодня. Она быстро заснула. У неё кашель какой-то, небольшой насморк, поэтому решила, что она останется дома. Вообще, на самом деле, сегодня у нас 9 февраля, и уже как бы у меня должно было быть новое пополнение на руках. Потому что оно должно было прийти 6 февраля. Но, к сожалению, из-за определённого вида заставки, пополнение, как я поняла, придёт только 11 февраля. Если честно, это очень-очень грустно, потому что, ну, блин. Я ждала пополнения именно 6-го и хотела снять видео и выпустить его вместо этого. Я не планировала это видео снимать, но в итоге выполнения нет. Вы ждёте контента, поэтому видео надо снимать. В общем, сейчас одену быстренько Мию. Принесла тут наш бодик-майку. Такой вот с крапиком жёлтенький. Носочки тоже жёлтенькие, наверное, оденем. И я думаю, ещё какие-то, может быть, штаны. И так, всё, я переделала Миюшку. В итоге я делаю такие вот наши, ну, штаны, как леггинсы, что ли, волосины. Из кроки, да? Вот такие вот носочки, всё. Вообще, Мию у меня вставала в 7. Её разбудила моя мама, то есть бабушка. Вот. Потому что она думала, что у меня идёт садик. Но в итоге потом что-то сказала, что у меня кашляет. Лучше давай не будем её отводить. Так что у меня умывалась, кушала. Ну, она с утра обычно очень рано кушает, всегда мало. И в садике, естественно, есть второй завтрак. Поэтому дома ей тоже сегодня будет второй завтрак. Ещё, кстати, это видео снято не на камеру, а на телефон. Потому что я поскорее хочу его снять, выпустить, чтобы порадовать вас. А на камеру, камера у меня севшая, это раз. Придётся её долго заряжать. Потом долго монтировать, долго перекидывать видео. Но обязательно следующее видео, которое будет про пополнение, будет снято на камеру, естественно. Потому что камера очень классно передаёт всё. Ещё, кстати, недавно с Азона забрала вот такой вот стеклогранулят, чтобы наполнить наше пополнение. Ещё мне пришли магниты, но мне их как-то лень забирать, если честно. Заказала четыре магнита. Не знаю, почему показываю. Три, четыре. Вот магниты. Такие вот. Вообще не знаю, с магнитами я как-то мучаюсь. Я помню, как я заказывала магниты. Помните, я заказала вот такие маленькие-маленькие. Я прогадалась с ними. Магниты — это для меня отдельная тема. Это боль, да? Сейчас, я думаю, причешемся мы потом. Сначала покушаем. И так, я уже приготовила тут всё. Во-первых, наша тарелочка обязательно с такой вот кошечкой. Тут уже ещё одна кошечка пришла. Так, Мелисса, не мешай. Ложечка. Наш слюнявчик. В этот доме, наверное, любимый. Прям вообще. Она очень полюбила этот слюнявчик. Да и мне он очень нравится. Потом паильник. Чай. У него тут совсем чуть-чуть осталось. И наша каша, которую я вам уже показывала, покупала. Она до сих пор у нас закрыта. Так, ну что ж. Я навела кашу. На камере она прям очень-очень какая-то жёлтая. Ну, вообще, она в жизни не такая. Но посмотрите, какой она классной консистенции. Это прям вообще просто... К сожалению, запаха её я не чувствую. Не могу ничего сказать, потому что у меня полностью заложен нос. Тут также чай. Мы, кстати, переместились на кухню, потому что Мия уже взросла, девочка, должна кушать на кухне. Понесла я, значит, тут леди баб какой-то такой эпизод новогодний. Тут уже Мия. Я заодно тоже позавтракаю. Но Мия у нас уже как бы ушит сама. Так что кормить мне не придётся. Только иногда, когда она капризничает, я её кормлю. А так она у нас уже молодец. Поэтому включаю. И всё. Ну и что вы думаете? Мия у нас сейчас здесь в декабре ничего. Пойдёмся мне её быстренько сейчас покормить. Мия сегодня в каком-то ни настроении у нас проснулась, как всегда, впрочем. У Мии довольно сложный характер. А в таком возрасте она вообще у нас капризная, когда-то балуется. У Мии только настроение поднимается тогда, когда выходной, и она играет с моим дедушкой. Ну, точнее, с её дедушкой, моим папой. Она очень любит папу. Попробуем вас обуровать. Вот так. Всё. Помыла я. Значит, нашу ложечку, тарелочку. Сейчас вытрем рот Мии, да? И, наконец-то, придём причесываться. А то у тебя прическа, Мия, вообще, отвал всего, да? Я думаю, мы, наверное, сейчас Мии причешем и сделаем просто хвостик. Завяжем вот такой вот резиночкой, да? Мия вообще у нас причесываться не любит. Волосы у неё непослушны, поэтому для неё это не очень приятный процесс, так сказать. Она всё хочет, говорит, подстриги меня. Я говорю, Мия. И так волосы маленькой длины. Но, может, подрастёт и, правда, её подстригу, потому что волосы у неё очень-очень непослушны и кудрявы. В общем, что-то пошло у нас не по плану. Я сделала такими пучки. Она сама меня попросила. Эта прическа делается очень быстро и Мия удобно. Я затягиваю такими вот резиночками, как из капронов колготок. Мне не больно. Вот. Аккуратно. Не мешают, волосы не лезут. Вот так вот. Всё. Сейчас, я думаю, даже не знаю, что Мия будет делать. Может быть, возможно... Не, чем ты хочешь заняться сейчас? Рисовать. Рисовать? Ну, пусть меня порисуют. Вот. Сегодня у нас такой ленивый день. Пятница, выходной. Особо ничего интересного в этом влоге не будет. Вот. Просто такой уютный домашний влог. Так. Оставила я тут Миюшкин чай. Листик такой вот принесла. И предлагала ей либо карандаши, либо вот такие вот ручки цветные. Не знаю, насколько они хорошие. Я ими не особо пользуюсь. Но Мия выбрала такие вот разноцветные гелевые ручки. Сейчас она будет творить. А я вам пока хочу показать свои книги. Да, Мия? Мий, ты всё так сидишь. Что будешь рисовать? Цветы. Цветы? Ну, давай. Ну что, пока Мия там у нас активно что-то рисует. Мне кажется, она получилась супер-супер какая-то картина. Я вам покажу обзор на свои книги. Я их покупала, ну, наверное, уже, не знаю, приличное время прошло. Две из них уже прочитаны. Это трилогия на Джейна следницы Чёрного дракона. Вообще, когда я как бы нашла эти книги, я думала, что это двулогия. Потому что третью часть очень сложно найти. И она продаётся не в комплекте. В комплекте только две вот этих книги. Вот. Но потом я узнала, что здесь ещё третья часть. Третью часть купила. В общем, это там у нас фэнтези плюс любовь. Естественно, всё, что я люблю. Я люблю фэнтези, я люблю любовь. Это вот первая книга. Цикл «Нежеланная невеста». Она тут самая толстенькая, такая самая приличная. Вот тут вот всё расписано. Можете прочитать аннотацию. Это вторая часть. Тоже такая вот. Она уже поменьше. Ну, тут, естественно, продолжение. И третья часть. Третью часть я ещё даже не начинала. Только вот хочу начать. Хотела найти в таком же оформлении с дракончиком. Но в итоге не нашла. Не было везде в наличии. Купилась такую с короной. Звезда чёрного дракона. Она тоже такая уже тоненькая. И вот эта завершающая. Мне кажется, третья часть будет самая такая жестокая. Потому что там уже облилится война. Вот. Ну, в общем. Вот так. Любимая Анна Джейн. Любимые её книги. Так. Ну, всё. На руках у меня Миюша. И посмотрите на её картину. Какие Мия цветочки у нас нарисовала. Облачка. Мия, это... Ты подписала, что Мия? Мия. Да, ну, отлично. Такая вот картина у нас получилась. У меня. У тебя, да, у тебя. Повесим рамочку, Мия? Нет. Нет. Ну, мама сохранит. Такая вот красота. Так. Так. Пришёл, значит, я выбрать сосочку. Под образами. Мне кажется, вот эта. Лучше всех подходит. Наша любимая. Оп. Ещё есть такая, но без магнита. И мне кажется, что она пойдёт на пополнение. Не знаю точно. Вообще, я уже купила несколько вещичек для пополнения. Но всё это будет, конечно же, в видео, естественно, где будет распаковка. Так что, вот так. Вообще, очень удобно, знаете, хранить всё в контейнерах. Раньше у меня не хранилось всё, и было не очень как-то. Сейчас скоро уже Мия будет ложиться на дневной сон. Да. Несмотря на то, что она дома, она будет ложиться на дневной сон. Естественно, моя кошка тут. Сегодня моя кошка мне совершенно не даёт снимать для вас видео, ребят. Представляете? Вообще, мешает мне тут. Да? Скажи привет всем. Она уходит. Вообще, мне кажется, это видео будет правильным назвать «Узрос реборным», потому что наше видео подходит к концу. Оно, наверное, получилось не супер длинное, но, думаю, вы такое оцените. Вообще, вы у меня большие молодцы, ребят. Я хочу вам сказать огромное спасибо, что подписываетесь на меня, что ставите лайки. Мне безумно приятно. Спасибо, что вы добили мне 900 подписчиков. Вы не представляете, скоро. Вот понимаете, ребят, вот совершенно немножко людей, и нас будет тысяча. Это прямо моя мечта. Как я создала YouTube, наверное, это тысяча подписчиков. Я вас очень люблю, ценю. На последнем видео вы набрали огромное количество просмотров. У меня давно таких не было. Я просто... Давайте так же будем набирать, продолжать, и всё у нас получится. Я буду вас радовать контентом, качественным контентом, новым видео, естественно. Вот. Скоро у меня каникулы, через неделю. У меня заканчивается второй триместр. Я постаралась его закончить хорошо. Вроде как нормально закончила. Вот. И получается, у меня будут каникулы. На каникулах я хочу снять много материала, потому что мне действительно стыдно перед вами, что я не снимаю для вас видео. Вот. Обещаю справиться. Вот так. Ну что ж. Мне я даю зайчика такого вот. И всё. Выкладываю спать. Да? У нас самозасыпание. То есть я просто оставляю Мию. Она спит. Чуть-чуть накрою. Так вот. И всё. И она должна уснуть. А я просто кайфую с такого солнышка. Такое прям солнышко. Это я тестировала карандаш для губ. Поэтому, да. Мне кажется, он к мне не очень идёт. Прям посмотрите, какое солнце. Чувствуется весна. Уже хочется лета. Летом нас с родителями ждёт кое-куда поездка. Поэтому обязательно возьму с собой реборно. Так что много планов вообще на этот канал. Я его не забрасываю, ничего. Так, в итоге мне тут у нас сопливец сказала. Я принесла и капли. Сейчас быстренько накапываю. Раз. Два. Всё. И меня с вами не попрощалась. Мне скажи пока-пока. Пока-пока. Так. Ну-ка. У нас тут как раз-таки бумажечка. До новых встреч, ребята. Ну что ж, ребята, всё. Я тоже буду с вами прощаться. Всех вас безумно люблю. Вы мои самые любимые подписчики. Давайте наберём на этом видео 100 просмотров. Естественно, 15 лайков. Всех люблю. С вами была я, Арина. Моя малышка Мия. Всех целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok